Добрый вечер, дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать. Это независимый молодежный театр «Новая стена 2». Сегодня играют спектакль, который называется «Солнечная линия». Написал эту пьесу Иван Барупаев, современный автор. Он очень интересен нашему театру, и поэтому мы сделали постановку по его пьесе. Сам автор назвал этот жанр пьесы как комедии, которая достигается положительным результатом. Мы надеемся, что персонажи, которые пришли в пьесе, в итоге к положительному результату, этот результат во многом, и вся эта история, поможет вам разобраться в каких-то вопросах, которые, может быть, волнуют вас. и посмотреть иногда на себя со стороны, может быть, с какой-то утрированной точки зрения, но рассмотреть вопросы, которые, я думаю, неинтересны на сегодняшний день, мне кажется, каждому. Поэтому это некая такая взгляд на себя в зеркало, и несколько такой искаженный. Но мне кажется, что после этого спектакля в итоге всем, кто в ссоре, нужно будет мириться, и настанет великое счастье, и все будет хорошо. Чего я, собственно говоря, всем нам желаю, и героям, и нам, и всем. Спасибо, что пришли. И не забудьте выключить мобильные телефоны или привести их в беззвучный режим, чтобы они никого не отвлекли. И оставляйте свои впечатления от спектакля в нашей книге отзывов, у нас стоит на лестнице. Вы можете туда писать все, что вы хотите нам сказать, все те впечатления, какие у вас есть после спектакля, те слова, которые вы хотите поделиться. Или, если вы торопитесь, у вас нет времени на то, чтобы это записать, можете это делать в социальных сетях, не забывайте указывать хэштеги. Нам всегда приятно получать от вас обратную связь, понимать, что то, что мы делаем от большой любви, потому что мы любительский театр, молодежный, здесь играют не профессионалы, но мы делаем это по любви, от чистого сердца и по любви мы делимся с вами этой любовью. Поэтому нам будет приятно получить вашу обратную связь, даже если она будет и, может быть, критической. Спасибо, я желаю вам приятного вечера, спасибо, что пришли и всем счастья. Спасибо, я желаю вам приятного вечера. Тихо, как кошка, ночь понемножку Станет недовольна, тем нет. Непостоянность сквозь океаны Будет на тебя и меня смотреть И вечер поздний И вечер поздний Морозный воздух Будет ворога стереть Моя награда Если ты рядом Спи, я буду сон твой беречь Моя любовь Моя любовь Не пройдет К тебе Никогда Никогда Пусть где-то лед Но не пройдет Но не пройдет К тебе Никогда 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 Тихо Тихо, как кошка Ночь понемножку Станет недовольна, тем нет. Это весной. Это весной? Да, это весной. Нет, Вернер, я не понимаю Ты все еще надеешься На положительный результат Пять часов утра, Барбара Я вижу часы Они на стене Все в порядке О, ты говоришь Все в порядке, да? Я говорю все в порядке Подразумевая, что я вижу Наши часы на стене Я вижу, что сейчас Пять часов утра В этом смысле Со мной все в порядке Отлично Пусть у нас будет Хоть какой-то Мать его порядок Я рад, что в пять часов утра Мы наконец-то пришли Хоть к какому-то Общему пониманию О том, что Хотя бы сейчас Пять часов утра Ну и что, Барбара? Ну и что? Ну и то, Вернер Мне кажется, это очень странно В твоем положении Надеяться Хоть на какой-то Положительный результат Я повторяю Этой весной Этой весной? Да, этой весной Да что такого должно Случиться этой весной? С чего ты так вдруг Стал ждать весны? С чего ты так вдруг Стал рассчитывать эту весну, Вернер? Да, потому что После 24 апреля Как тебе известно Мы больше не будем Отдавать наши деньги Этому Банку А будем Оставлять их у себя И кратить их на себя На свою еду На свои поездки На своего ребенка Какого ребенка, Вернер? Ты долбанулся В пять часов утра Так шутить? А почему бы нам не завести Ребенка, если у нас Теперь появятся деньги? При чем тут деньги? Ну при том, что Теперь они у нас появятся При чем тогда ребенок тут? При том, что мы можем Его завести, если захотим Если ты захочешь, например А что касается меня То я уже давно его хочу Ребенка Ты хочешь ребенка, Вернер? А что в этом удивительного, Барбара? После семи лет брака Я хочу иметь ребенка Что в этом странного? Ну то, что мне уже Сорок лет, дорогой мой Семь лет назад Надо было думать о ребенке Когда мне было 33 А сейчас пять часов утра И ты несешь Все это, прости, херню Только для того, чтобы Позлить меня И увести в сторону Наш разговор Который никак не может закончиться Потому что Никто не хочет уступать А разойтись мы тоже не можем Потому что Ну пять часов утра Вернер, нам пора Отправляться по своим комнатам В пять часов утра Я вижу, что Блин Часы, как ты говоришь На стене Поэтому в этом смысле Все в порядке Ну надо же, а Все в порядке Блин Да потому что Не нужно забывать О других людях Милый мой Не нужно смотреть В одну только точку И свой собственный мозг И доставать туда Всякую ненужную информацию Разбрасывать ее Повсюду Засыпать ей все вокруг Тебе же не подступиться, Вернер Тебе же На километры Да раздрая nursery Пощельная информация о том Какой ты, понимаешь Невозможно пробиться Через эту информацию Невозможно войти с тобой в контакт Потому что ты в первых же попытке натыкаешься на информацию о том Какой ты Я такой-то, и я такой-то Вернер, с кем мне говорить С информацией тебе Я не хочу говорить с информацией тебе Я хочу говорить с тобой С тобой, не с информацией тебе Милый мой Слои пять часов утра Стала попасть в философию, блин Ты еще начни приводить в пример своих любимых biod 거죠 Кант, Юнг, Юнг, Хайдекер, кто там что из них сказал, а что сказал Юнг о том, как нам нужно вести себя в 5 часов утра, когда мы с 10 часов вечера не можем остановиться и уничтожаем друг друга. Ну и спать мы тоже не расходимся. Вот что по этому поводу сказал наш Матью Юнг, а Кант, а Хайдекер, наверное, не сказал. Послушай-ка, Барбара, нет, ну хватит тратить время на разговоры с этим человеком, который 7 лет назад по какой-то неведомой философской случайности сделал со твоим мужем. А теперь решил вдруг заговорить на ребенку. Нет, ну этого человека просто, понимаешь, нельзя вернуть к реальности, потому что он болен какой-то хрен-бой и болезнью. Потому что он чувствует себя таким больным. Потому что ему больно. Нет, нет, посмотрите на него, вы только посмотрите-ка на него, а. Ну разве можно тратить на него свое драгоценное время и свое драгоценное, сука, бытие? В 5 часов утра пытается ему объяснять, что он вообще может понять этот духовный инвалид, а. Он же духовный инвалид, так ведь Барбара, да? Духовный инвалид. Это очень глупо, верно. Да потому что не нужно зацикливаться только на себе. Может стоит хоть раз в жизни оторвать взгляд от себя и направить его на других, а? Направить его на другого, на своего мужа, каким бы больным идет он тебе ни казался. И вот тогда, Барбара, возможно, не может состояться хоть какой-то реальный диалог. Реальный диалог, Вернер. Ведь какой-то реальный диалог, Барбара. Ты можешь говорить о реальном диалоге сразу после того, как ты произнес всю эту чудовищную ересь о ребенке. Сразу после того, как ты расковырял всю эту боль. Боль, Вернер, боль. Ты можешь говорить о реальном диалоге сразу после того, как ты расковырялся в ту же твою мать. Боль. Боль – это реальность, Барбара, примита. Да что ты, твою мать, говоришь, а? Боль – это реальность, Вернер, милый. Ты понятия не имеешь, что такое настоящая боль. Да? Да, милый мой, да. Зашибись. Зашибись. То есть ты одна во всем свете знаешь о воле, а другим об этом ничего неизвестно. Я рад, Барбара, что в 5 часов утра мы пришли в точку абсолютного непонимания. Абсолютного непонимания всего. Ты одна в этом мире испытываешь боль, а другим об этом ничего неизвестно, да? Я не говорила другим. Я сказала ты, не надо переврать мои слова. Ты не испытываешь боли, других я ничего не знаю. Бернер, у меня, если честно, нет даже времени заниматься другими, потому что передо мной человек, с которым я прожила 7 долбанутых лет, которые привели нас в точку абсолютного непонимания всего. И нет никаких других, Бернер. Есть только ты и я, вот и все. Ты действительно считаешь, что я не могу испытывать боль, да? Ты не испытываешь той боли, которую испытываю я. А что я по-твоему испытываю, а? Вот сейчас, здесь, в эту самую секунду, что я испытываю, если невыносимую боль, от которой меня практически парализовало. 5 часов утра я стою здесь, посреди нашей кухни, и меня практически скрывало от невыносимой, неистепимой, тупой боли, потому что 7 лет жизни под одним одеялом с тобой, барбара, привели меня в точку абсолютного непонимания всего. абсолютного непонимания всего. Это еще не боль, Бернер. Да это гораздо хуже любой боли, это абсолютное непонимание всего. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Единственное, на что я надеюсь, это на то, что после 24 апреля, когда нам не нужно будет больше поплатить этот кредит, нам станет немного полегче. Для того, что нам не нужно будет платить этот кредит, ребенок не появится, Бернер. Но он мог бы появиться, если бы ты захотела. Если бы я захотела. Да? Я вот просто так, ни с того ни с сего должна взять и захотеть ребенка. Ни с того ни с сего, да? Ни с того ни с сего. Блин, а 7 лет нашего брака, а наш секс, в конце концов. Нет, Бернер, я не хочу сказать про наш секс ничего плохого. Так, вполне себе нормальный секс. Ну, иногда чуть хуже, иногда чуть лучше, но в целом окей. Ну, а давай посмотрим правду в глаза. И мы знаем, что ни наш секс, ни 7 лет прожитый под одним одеялом, ни даже окончание нашего кредита не является достаточным основанием для появления в себе ребенка. Для появления в семье ребенка нужно мечта больше вернуть. Что еще можно для появления в семье ребенка, если не 7 лет брака, погашение кредита и секс? Нужна боль, милый? Абсолютное непонимание всего. Я испытываю абсолютное непонимание всего, Барбара. А я испытываю боль. А я, можно подумать, ем бабушкин перо с вареньем. Та пара хочет ребенка, мужчина снимает трусы, а женщина снимает одежду. Он ложится на нее сверху и говорит, я хочу ребенка, а не делают ребенка. Да, но я именно это несколько раз и говорил, Барбар. А еще снимает презерватив, дорогой мой. Я просто чувствовал, что я еще не готов. Нет, я хотел, хотел, но еще не сейчас. А теперь мне кажется, что я, кажется, готов. Просто, когда кредит не так давит на твои плечи, и дышать становится легче, и можно задуматься о продолжении рода, ну, пускай наш малыш войдет в этот мир свободным от кредита своих родителей. Синяя бабочка взлетела с розового цветка и полетела ровно-ровно вдоль солнечной линии. И эта линия и была тем разделом, той чертой, той стеной, разделяющей на два абсолютно разных мира. Его, жизни мою. И синяя бабочка полетела ровно-ровно вдоль солнечной линии. Ровно-ровно вдоль линии. Ровно-ровно. Ты говоришь, Блокко, читай, Мариянко, ты говоришь, Париж, и по-французски мыешь, ты пишешь, как Жан-Жак, ругаешься пожар, и бриллианты в ламбар, нам очень нужен ламбар. Раз, два, три, четыре, я же твоя дура, дра-ла-ла-лай, снова люблю колу, и похоже скулы, я же твоя дура, вот такие дела, маленький твой мальчик, Смена пола, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Однажды утром, когда ты еще спал, я сидел на нашей кровати и смотрел на тебя. И вдруг зашло солнце, и солнечные лучи залили всю нашу спальню. А один солнечный луч, отражаясь от зеркала кровати, преломил свою траекторию и лег ровно-ровно вдоль твоего туловища. Солнечный луч ровной линии разделит твое туловище ровно напополам. И я подумала, вот в этом человеке есть две части. Одну я люблю, а вторую мне очень сложно переносить. Как же мне с этим быть? Я вдруг отчетливо поняла, что ты именно так и есть. Две половины, с одной из которых я готова слиться в одно целое, а другая совсем, ну просто совсем несовместима со мной. Как же мне с этим быть? А ты не хотел бы немного потанцевать, Барбара? Что ты имеешь в виду, Вернер? Я имею в виду танец, дорогая. Давай мы ей представим, что сейчас звучит музыка. Я тебя приглашаю. Барбара... Вернер... Давай представим, что сейчас звучит музыка. А, давай сразу представим, что мы танцуем. Окей. Окей. Давай представим. Давай. Итак, представляем. Сейчас звучит музыка. И мы с тобой... И мы с тобой... Танцуем. Я представила, что мы танцуем фокстрот. А я вначале фальс. А потом... Тамро. Ну никогда не принять твое вторую половину вверх. Ну ты не можешь принять меня таким, какой я есть. С любимой и нелюбимой половинами. Всего меня, целиком. Мы всегда будем оставаться по разной стороне и солнечной линии. Давай оставим такие надежды пересечивания. Господи, абсолютное понимание всего. Уверяю тебя, этой весной все изменится. Уже весна. Нет, сейчас только самое начало. Весна еще впереди. Ты имеешь в виду до окончания кредит? Тут все вместе и весна, и кредит, и конец апреля. Не забывай, весна, весна в наших краях, настоящая весна. Начинается в мае, никак не раньше. Нет, верно. Нам никогда не перейти в ту солнечную линию. Давай ставим всякие надежды на это. А что я тогда должен делать? Вот скажи мне, что я должен делать? Я что, я не знаю. Должен идти собирать свои вещи. Да, уходить из дома. Точно. А потом мы с тобой будем делить этот дом. Нет, мы никакой дом делить не будем. Ты просто оставишь его мне, а себе заберешь половину всех средств, накопленных на наш кище. Что-что? Пять часов утра, первое. Самое время приниматься за бережки не учитывая. А вообще с чего ты решила, что я оставлю тебе наш дом? Да потому что это дом моих родителей. Ах, нет, 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 дорогая моя. Этот дом твои родители подарили нам на свадьбу. И теперь это наш дом. Нет, наш, он может быть только тогда, когда мы вместе. Потому что нам его подарили, как супружеской паре. А если мы расстаемся, то и дом возвращается обратно к своим ближним хозяевам. Вот, да? Вот. А что-то я не помню такого уговора. Ни о чем подобного, кажется, не договариваться. Потому что, Верно, мы ни о чем вообще не договаривались. И зря. Да. И как это мелко звучит в пять часов утра. Особенно в пять часов утра, да. Да, и тебе абсолютно плевать на то, что я могу уйти. Главное только, чтобы я оставил тебе этот дом. Нет, это ты не можешь даже по-человечески уйти. Схватился за кусок стены и тянешь его на себя. Тебе, ну, дай пилу, да ты прямо сейчас распилишься дом на полах. Да тебе просто плевать на то, что я могу уйти. Главное, чтобы у тебя остался этот дом. Нет, это тебе важнее всего сейчас так свалить, чтобы еще прихватить с собой половину этого дома. Но если ты надеешься уйти и собираешься, что ты... Я никуда не собираюсь уходить, Барбара. По крайней мере, не собирался еще пару минут назад, пока я не начался этот разговор. Этот разговор начался в десять часов вечера вчерашнего дня. Сейчас в пять часов утра, Вера. Хорошо, хорошо. Я не собирался никуда уходить, Барбара. Эта мысль впервые пришла мне в голову несколько минут назад. А вторая мысль, которая пришла тебе в голову, это что неплохо было бы забрать с собой еще и половину этого дома. Ты в своем умеешь. Я совсем не думал об этом. Ты думал, Бердар, ты думал. Слушай, мать твою, мне лучше знать, о чем я думал, о чем нет. Ничего ты не знаешь, ничего ты не знаешь. Ты ни разу не испытывал даже половину той боли, которую ты на эти семь лет адов пришлось испытать мне. Ты просто живешь и живешь себе в этом доме, считая его своим. Живешь и живешь со мной, считая меня своей. И спишь, спишь по ночам, считая все эти ночи твоими, все эти минуты твоими, все эти годы. И всю эту толпу на бесконечную жизнь твоей. Как глубоко проходит эта линия, как я бесконечно ненавижу эту вторую половину. Кто так херово придумал разделять все на две несовместимые части? А тебе бы так хотелось найти кого-то, на кого это все можно свалить, да? Обычно Бог является таким беззащитным атаком, на кого это все валят. Кто создал всю эту хреновую жизнь? Господь Бог. Вадим Бог. Но только в глубине себя ты понимаешь, Барбарошка, вот это все тебе не поможет. Потому что на самом деле ты знаешь. Ты знаешь, кто тут все проделает. Кто тут на самом деле все проделает, а? Кто тут у нас хитрый котяр, а? Кто тут у нас хитрющий котяр, а? Кто тут кричит «Поймите меня! Поймите меня!» Само эргазм наступит сразу после того, как я уйду отсюда, клопну дверью. Нет. Повар знает, да. Повар знает, да. Ты ты повар знает. Ты ты знаешь, Барбара, кто тут повар? Кто тут повар, который готовит всю эту еду, вот эти печет, такие пироги, смак, он не знает, что еще потом туда кладут, потому что в желудке потом такие ощущения, как будто бурундука напичкали сломить, но она сра там все. Повар знает, чем у нас кормит, а только бы у нас тут ничего не пригорело, и получился славный пирог, сладкий-сладкий и мучительный-мучительный пирожок. И не надо надеяться, Барбара, что ветер придет и внесет все эти запахи. Нет. Скорее всего, это будет продолжаться еще долго-долго. Скорее всего, это будет продолжаться даже тогда, когда все это закончится. Потому что каждое мгновение взрывается, как стеклянная колба, и дает нас новой болью, новой, каждый раз особенной болью. И поэтому никто не смеет говорить мне, что я не знаю, что такое боль. Никто не смеет мне запрещать жить и страдать так же, как и другие. И поэтому никто не смеет говорить мне, что я не чувствую боль. Потому что боль, Барбара, течет у меня из ушей, из носа, изо рта, да из всего меня полностью, полностью, полностью меня, Барбара. Боже, верно. Так ты пойди собери свои вещи, варей отсюда, а я тебе остановлю, пришлю посылку на тот адрес, который ты ухажешь. Вот именно так. В пять часов утра я, как последний, встану и пойду исполнять твои приказания. Скажи, пожалуйста, а какую... Спортивную или наш этот желтый чемодан на колесах? Спортивную. А, значит, бритву и шампу, и ты мне потом пришлешь пополчить. Зашибись, дорогая моя! Только знаешь что? Я сейчас возьму тебя, дрянь ты это, и вышлю, ну нахер это, поняла? Коти. На. Ну, пришла весна, да, и сейчас мы узнаем, кто останется жить в этом доме, а кого мы, как долбан разайца, когда пришла весна, вышвырнем на улицу. Я тебе сказала, прекратить, ты сошел с ума, я не прекратил, я позвонил полицию. Пришла весна, и все зимой вещи мы сейчас засунем на высокую, высокую антресоль. Если ты не прекратишь меня, звоню в полицию, ты меня понял? Кто-то у нас любит твой, кто-то у нас любит твой. Ты у нас ж больно, да? Кто-то убежит, да, просто. Все на земле плавая тулом. И оставить так, чудится с яркой цена свету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты такой слабый, Вернер Надо же, что мы тут творим друг с другом в пять часов утра Ты такой слабый Я просто хотел перейти в солнечную линию И вот получилось то, что получилось Я же тебе говорила, не нужно ее переходить Ничего хорошего из этого не выйдет Знаешь, тебе и правда должен идти, да? Тебе решать Но так же и дальше не выносила Ну и расстаться мы, кажется, тоже уже не можем Почему? Потому что если ты уйдешь То мне придется остаться за всем этим говном Который ты, конечно же, не собираешься забирать с собой Половину дома моих родителей ты прихватишь А все говно оставишь здесь, в моей половине дома Мне придется жить в распиленном тобой напополам доме Наполненном твоим говном Тебя уже из лет простыл Ты уже с какой-нибудь телкой Захвачена тобой половине моего дома Нашего общего дома Дома моих родителей Которые они нам подарили Потому что я вышла за тебя замуж И тем не менее Тем не менее, Деда, я не собираюсь жить тут совсем тихо и говно Поэтому собираю вещи и проваливай Или придумаю что-нибудь, чтобы мы могли наконец-то Преодолеть эту непреодолимую ситуацию И достигнуть положительного результата Ну ты же видишь Ты же видишь Я стараюсь изо всех сил Но ты же видишь, как у нас пока получается Мы начали этот разговор в 10 вечера И сейчас в 5 часов утра Мы не только не приблизились к положительному результату Мы наоборот отдалились Да, мы идем в другую сторону, Вернер Это очевидно Потому что ты не принимаешь Никаких моей попытки Вступить со мной в контакт Какие попытки, Вернер? Когда это ты сегодня Предпринимал попытки Вступить со мной в контакт Может быть, несколько минут назад Когда ты тащил меня Заболос и попу рука куклы Ты о каких попытках говоришь, мой милый? Я Я начал с весны С весны? Да С весны, Вернер Да, я сказал, что весны все изменятся Я дал вам надежду И повод для диалога Весна И наш кредит Я специально несколько раз упоминал о нем Возвращая твое внимание На то, что я Благодарен тебе за помощь и поддержку выплаты этого кредита Ты благодарил меня за помощь в кредите? Да, я благодарил тебя за то Что семь лет назад Ты поддержал мою идею взять этот кредит И что все эти семь лет Мы вместе выплачивали этот кредит И что благодаря тебе он практически выплачен И теперь после 24 апреля мы снова свободны от финансовых обязательств Это благодарность И есть попытка вступить с тобой в контакт Потому что кредит Это то, что нас объединяет Но в то же самое время это то, что решает нам по-настоящему расслабиться Ты благодарил меня, Вернер? Ну, конечно Когда? Ну, как это когда? Тогда, когда я говорю тебе о нашем привлечении И о том, что он скоро закончится Нет, подожди, Вернер Когда ты несколько раз повторял, что 24 апреля законченный наш кредит Это была благодарность? Да, что это потом было? Нет, Вернер, ты сейчас злишь меня, да? Ты сейчас специально злишь меня Нет, ты не слышишь, да, что я говорю? Нет, ты, кажется, сошел с ума, Вернер Ты вообще соображаешь, что не все? Я благодарил тебя Ты благодарил меня Да? Что? И я прошу тебя это увидеть То есть сейчас ты благодаришь меня, а я этого не вижу Я... Я хочу обратить твое внимание на то, что сейчас здесь происходит Чтобы ты потом не удивлялась и не переспрашивала А когда это было? Вот сейчас, в эту самую секунду, я благодарю тебя А ты, вместо того, чтобы принять свою благодарность и вступить со мной в контакт Ты выкрикиваешь бесконечное оскорбление в мой адрес из своей наглухо закрытой двери То есть сейчас ты благодаришь меня, а я этого не вижу, да, Вернер? Именно Ты не мог бы еще раз повторить, что сейчас точно происходит? Я прошу приоткрыть дверь и принять мои слова благодарности в твой адрес Вот и все То есть в этом время, что сейчас именно это происходит? Ты благодаришь меня, а я там кричу на тебя Именно это сейчас происходит Что тогда, по-твоему, сейчас происходит, дорогая моя? Вернер, вообще-то я несколько раз извинилась перед тобой Но несмотря на мои искренние извинения, ты не обратил на это никакого внимания Я прошу тебя прощения, а ты в ответ продолжаешь угрожать мне Ты стоишь на своей жертве, как самый последний тиран Все сильнее и сильнее вонзая свои зубы в мое тело Которая, заметь, склонилась перед тобой в просительной молитве Я прошу тебя прощения, ты бьешь меня по левой щеке Вот именно это сейчас и происходит, дорогой мой Ты, Барбара, всегда любила зайти как можно дальше Чтобы потом, как можно труднее было, возвращаться обратно Нет, я на этот раз не собираюсь возвращаться обратно Я хочу хотя бы раз в жизни пройти до конца Тогда, может быть, мы еще не закончим? Нет, это снова закончится тем, что ты будешь таскать меня за волосы по полу концу Нет, мы просто закроем глаза и представим, что сейчас включит музыка Ну, не знаю, верно Закрывай глаза, правда Чувствую, не стоит мне этого делать Закрывай глаза Закрывай глаза Закрывай, ладно? Угу Точно? Да Точно, точно Точно Открывай Закрывай Верно Это что? Ну, смотри Мы закрыли глаза Сейчас звучит музыка И мы с тобой танцуем Верно Верно А я танцую не с тобой В каком смысле, правда? А ты когда сказал, закрывай глаза, передо мной сразу появился очень классный мужик в джинсах И когда ты сказал, что мы сейчас танцуем, этот мужик подхватил меня на руки Так как я всегда мечтала, чтобы меня подхватил какой-нибудь очень классный мужик Мне стало так хорошо, Верно Мне стало так по-настоящему хорошо Может быть, впервые в жизни Мне стало так по-настоящему хорошо Ну, прости, что я сразу не сказала тебе, что я танцую с другим мужиком Барбара Присмотрись, пожалуйста, хорошенечко Ты в лесу, кругом одни деревья И мужик Одни деревья Ну, хорошо, я потанцую в лесу, Верно Ты расскажешь Я сейчас танцую в лесу, знаешь, мне здесь вполне себе нормально По крайней мере, гораздо лучше, чем там с тобой на кухне Я очень рад, Парбар, что тебе там Все, хорошо, а теперь, пожалуйста, посмотри О, зато дальнее дерево Нет, верно, нет А я говорю, посмотри за то дальнее дерево, которое я тебе показываю Ты смотришь? Нет, верно Смотри внимательно, дорогая моя, смотри внимательно на что ты там видишь Ну, хорошо Что ты там видишь? Я снова вижу того классного мужика, да? Я буду слушать и в ту сторону Нет Знаешь, мужик выходит из-за дерева и идет прямо ко мне Барбара, я тут еще раз говорю, ты смотришь не в ту сторону Посмотри вон туда, куда я тебе показываю Я не могу верно туда смотреть, потому что мужик смотрит прямо мне в глаза и идет на меня Ну, Барбара, если ты сейчас не повернешься и не сделаешь так, как я тебе говорю, ты сделаешь себе намного хуже Ты наделаешь кучу ошибок, посмотри вон за то дерево, которое немножечко вдалеке находится Я не могу туда смотреть, верно Потому что я знаю, что за этим деревом, я уже была там Если честно, я прямо там и нахожусь Я вижу, как из этого дерева выходит этот очень классный мужик и идет прямо на спечи и... Выходит в глуп лес Не замечая на меня стоящих за своим деревом Вот такие классные мужики ходят по нашему лесу, не замечая нас, глупых, скромных баб, спрятавшихся за своими деревьями За этим деревом, Барбара, ты спрятала свою ложь За этим деревом я спрятала очень много Да, в том числе и свою ложь В том числе и свою ложь В том числе и свою ложь о том, что ты понимаешь, что ты тут живешь О том, что ты разбираешься здесь во всем Это ложь, Барбара, и ни один классный мужик в джинсах и без них Не поведется на тебя Потому что от тебя за километр разит эта ложь Ну и что? Ну и что? Ну и что? А то, что ты нихрена не понимаешь, Барбара Ты только делаешь вид, что ты тут как бы в курсе всего А на самом деле ты не понимаешь даже самых простых вещей Ну, например, того, что надо на ночь Ставить свой мобильный телефон на зарядку Иначе утром ты выйдешь из дому с разряженным мобильным телефоном И до тебя он не дозвонит Ну и что? А то, что до тебя хрен дозвонишь Что? А то, что? Пускай все разветится нахрен Пускай все развалится нахрен Если нужно что мы все развалимо статчат пускай все развалится Все в порядке Все в порядке Ибрара Где этот мужик? Барбара С которым ты танцевала Это один и тот же мужик Что с ним? Не знаю, он там затерялся, где-то в лесу. То есть его сейчас нет? Я его не вижу. Давай еще немного потанцуем. Давай. Попытка номер три. Ну, в этот раз-два может получиться? Ну, хорошо, верно. Мы сейчас потанцуем. Пошли. Готов. Сейчас включу. Да. Раз-два-три раз. Раз-два-три раз. Два-три раз. Два-три раз. Раз-два-три раз. Два-три раз. Два-три раз. Голова прямо. Три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Спина. Два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз. Верно. Ох, ты ж, Барбара, я не ждал, что ты так быстро перейдёшь поцелуй. Верна, это что? Я с тобой не знаю, как крепко не целовались. Извини, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Это всё... Коленка, целуемся. Ты первое ничего. Это всё только в моём воображении, дорогой. Да не важно, в чём это воображение, ты же видишь. Вот, вот, вот это сейчас происходит. Как-то так. Барбара. Где ты этому научился, Верна? Что-то я раньше не замечала, что ты так хорошо целуешься. Твой мужика точно нет рядом? Да, точно. Мы ни в каком шатании, мы проглашаем. А? Ну вот, как-то так, Барбара. Верна, для первого раза ты очень неплохо целуешься. О, да-да-да, ты ещё очень многого не знаешь об Ане. Потому что мы же с тобой за семь лет жизни под одним одеялом толком ещё не познакомились с Барбарой. Угу. Ну... Да, да. Но ты ещё очень многое можешь узнать, если захочешь. Ну, допустим, я хочу. Да? Ну, допустим, я согласен попробовать ещё раз. Но только это в самый последний раз. Окей. В самый последний раз. В самый последний раз. Потому что, Верна, уже 5 часов утра. Нам уже... Хорошо, хорошо. Пора к чему-то прийти. И просто разойтись уже по своим полным. Хорошо. В самый последний раз. Мы попробуем прийти к чему-нибудь. Хорошо? Окей. Тогда я спрошу. Хорошо? Угу. Я спрошу. А какова твоя цель? Моя цель в чём? Обо всём. Хорошо. Какова твоя главная цель? К чему ты идёшь? А, то есть ты хочешь узнать, в чём смысл жизни? Нет, я хочу узнать, в чём смысл твоей физики. Ах. То есть ты хочешь узнать, какова моя цель? Да. Если тебе не затруднить, мне было бы очень интересно послушать. Ну, возможно, что я и могу. Я был бы тебе очень признателем. Да, возможно, что я и могу. Ты даже не представляешь, как бы мне это помогло. Но мне нужно немного подумать, верно? Хорошо. Да. Конечно, да. Тебе нужно. Да, мне нужно немного подумать. Я никуда не спешу, конечно. Я никуда не спешу. Раз уж мы смогли досидеть до 5 часов утра, то я уверен, мы сможем просидеть и дольше. Да, да. А тебе нужно подумать, да? Мне нужно немного подумать. Хорошо, хорошо, хорошо. Подумай. 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 Ты подумай, а я пока подумаю. Вернар. Угу. Я подумала. Угу. Я бы хотела понимания. Угу. Я это цель, да? Да. Да. Это цель быть понятой. Что здесь непонятно? Вернар. Подожди, подожди, подожди. Ты считаешь, что тебя не понимают, да? Нет. До конца никто. Ааа. А на сколько тебя понимают? Максимум. Как бы ты определили процентов? Вернар. Ну, пусть будет процентов на 30. Вернар. Вернар. Вы высокий процент понимания какой-то. А ты бы, наверное, хотела полного понимания, да? Вернар. А я бы хотела, чтобы процент был другим. Вернар. 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 А сейчас как раз все наоборот, да? Тебя понимают на 30 и не понимают на 70. Вернар. Вернар. extrepan понимающий тебя. Вернар. Но ты не даешь мне этого сделать. Ты не отвечаешь на мои вопросы. Ты вставляешь мне валки в колеса. Ты кофетничаешь со мной. Вернар. Вернар на то, чтобы понять меня, у тебя было семь лет, однако ты не предпринимал никаких поступков. Неправда, Барбара. Я все эти семь лет только делал, что предпринимал попытки тех Да, а почему же тогда у тебя нет в песнях? Да потому что ты не позволяешь мне этого сделать, Бар說. Я не позволя тебе этого сделать, Верно. Да я эти все семь лет только делаю, что ищу твоего понимания. А все эти семь долбанных лет за день за днем ищу твоего понимания. А скажи, пожалуйста, почему у тебя за всех cleaned все семь лет не получилось заменить со мной взаимопонимание? Да потому что ты занят только собой. Зашибей. Отлично, просто супер. Я не могу тебя н dere понять, потому что я занят только собой. а ты все эти семь лет день за днем только и делай что пытаешься найти со мной взаимопонимание да ты за все эти семь лет барбара ни разу не посмотрела в сторону ни разу ты даже когда мы с тобой трахаемся смотришь куда-то внутрь себя ты даже ни разу не трогаться со мной без презерватива потому что я думаю о последствиях потому что у меня есть интеллект барбара так же ты закрыл не мой но но посмотри на меня хотя бы раз посмотри на меня так чтобы тебе удалось меня увидеть увидеть меня не герна и с самой глубины я пытаюсь за кричатки тебя есть там мою глубину где самый сама для самой последней и я пытаюсь до кричатки тебя услышь меня верно солнечная меня разделяет нас а я стою перед твоей стеной, я перед твоей стеной, Вернард, приподними ты хоть ненамного свою стену и посмотри на меня, сделай мне шаг навстречу, переступи ты к ленту солнечную линию. Не бойся, ничего страшного с тобой не случится, ты просто сделаешь один шаг мне навстречу, и окажешься на моей стороне, с тобой будет все в порядке, точно такой же, какой был ты, просто сделаешь один шаг, мы будем вместе на одной стороне. На твоей кабарке? Да теперь это же будет наша общая сторона. Да? Скажи, пожалуйста, а что будет с той стороной, с которой я беру тебя, как только я беру тебя, она же останется там совсем без никого, ладно? Не будет теперь твоей и моей стороны, потому что твоя сторона вместе с тобой перейдет на мою сторону, и станет моей стороной, это же так же, как и ты, перейдешь, короче, Вернард, у себя могло быть намного проще, если бы ты сделал этот один, короткий шаг мне навстречу. Но мой вопрос звучит так, а почему это я должен первым переступать эту солнечную линию, как ты ее называешь, а? Ну, Вернард, ну, милый, ну, ты сейчас опускаешь нашу беседу до какого-то очень, вообще низкого стиля. Милый, но зачем? Ты понимаешь мой вопрос, Барбар? А ты понимаешь, что ты сейчас очень сильно снижаешь градус разговора? Мне плевать на это, дорогая моя, я хочу услышать ответ на свой вопрос. Почему именно я должен первым переступать эту солнечную линию? И если ты утверждаешь, что все эти семь лет, день за днем, ищешь моего понимания, почему ты сама не можешь первой перешагнуть эту солнечную линию? Ведь, в конце концов, ты сама ее придумала и установила. Вернард, ну почему ты все так снизил, блин, до самого первого? Что я снизил, Барбар? Осталось еще спросить, хочу ли я тебя, вот тогда вообще полный зашибись будет. Ты хочешь меня, Барбар? Вернард, не в этом дело сейчас. В чем? Да, ну дело в том, что да, все еще хочу тебя. Вернард, а я на что не намекаю, я просто отвечаю на твой вопрос. Ты не понимаешь, почему это со мной до сих пор происходит. Ты спрашиваешь, в чем дело, я тебе отвечаю, что дело мать, ну в том, что я все еще, кажется, хочу тебя. Мы с тобой слиплись, как две ракушки, не можем разлипиться, как будто нас с карническим клеем склеили. Я как последняя дура из телесериала «Хочу тебя», я как последняя сучка из телевизора, из этих матьевых тошнотворных теленопелл. В чем дело, дорогая, в том, что я хочу тебя, Вернард. Вот мы падаем на самое дно, вот ниже, чем минус третий этаж, вот мы в самом-самом низу. В чем дело, дорогая моя, в том, что я хочу тебя, Вернард. Я все еще, оказывается, хочу тебя, Вернард. Да что я такой, как не красные цветы в базе на столе? Что я такой, как не цветы, Вернард, которые кто-то уронил вниз, и теперь они летят, потому что кто-то смогу вниз всю базу рукой. Вернар летит вниз, летит вниз, летит вниз, летит вниз. Останавливайся уже, Барбара. он останавливается время позже летит на пол чуть секунду на развитие начать дня мы хотим что просто чем бедра то что я хочу взять фонд надо рant и о и и на Нет никакого шанса, что мы когда-нибудь посоединимся ногами землей. Нет никакого шанса, что мы когда-нибудь коснемся ногами земли и будем просто стоять на ней. Нам не стоять верно, нам не перейти на солнечную линию. В чем дело, дорогая моя? В том, что я хочу тебя. С зябкими врачами едем мы ночами, к миру окончанию нас с тобой встречают. Куба, дай свою руку. Лывятся таксисты и смекают быстро. Ехать здесь недолго, всякий раз на Волге с вулкан. Зубами щелкнем. Покатай, милый нас. Покатай, милый нас. Покатай, милый нас. Покатай, милый нас. На юге мне пройдут трюки Плывешь, как свистом, ныне мы в лесна Радиольный свисток в зеркалах, в ограде И в губе мы лидким путем Но только да, в сторону спать Только да, в сторону спать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я спрашивал тебя о цели Потому что если ты не знаешь, куда ты идешь Ты идешь никуда Тебя интересует моя цель Ну да, я же уже сказал тебе об этом Я ничего не могу сказать тебе цели Только могу сказать, какой у меня план рассказать Значит, план такой Я должна пройти через тебя, чтобы обрести уважение К себе и стать святой Ну что же У тебя очень, у тебя очень, очень конкретный план Ты не нравится? Нет, ну что ты, вполне себе романтично Для разговора в пять часов утра Ну ты как будто недоволен чем-то Пять часов утра, Бабара, что ты хочешь? Нет, ты как будто недоволен не этим, дерьмо Как раз и на этим Я же тут разбиваюсь со стеной твоего непонимания С десяти часов вечера до пяти часов утра Только для того, чтобы сделать тебя святой Как будто нам больше поговорить не о чем Кроме какой-нибудь херни Более того, что в пять часов утра ты решила стать святой Нет, ты что? Ты действительно хочешь, чтобы я здесь На этой самой кухне в пять часов утра сделан тебя святой Нет, это метафора Что ты ей разослился? Я вижу, что это метафора Вот именно это меня и бесит Твои метафоры в пять часов утра Что ты хочешь от меня? В пять часов утра? Бабара, я задал тебе конкретный вопрос Какова твоя цель? Чего ты от меня хочешь? А ничего ты хочешь от меня Бабара, это мой вопрос, я первый его задал Я тебе кажется, что уже на него ответила Ты просто меня не слушал, Линя Я тебе сказала, что я хочу Понимание Теперь у меня точно такой же вопрос к тебе Чего хочешь ты? Понимание, да? Понимание Понимание, да? Скажи, пожалуйста, а на какое понимание Может рассчитывать человек Который в пять часов утра хочет стать святой Да, понимание, доктора Первое, это метафора Нахрена мне нужна твоя метафора в пять часов утра? Ты потому что Я ищу в тебе что-то Я ищу в тебе А ты, дорогая моя Просто бриллиант Что ты ищешь? Я не знаю, как это бесит, но я ищу в тебе что-то типа А ты, дорогая моя Просто бриллиант Барбара Ты, я не знаю Ты постоянно несешь какую-то ересь Ты потеряла сознание в пять часов утра? Какое нахрен А ты, дорогая моя Просто бриллиант Ты ищешь во мне, а? Ты что, действительно Вот это как время ищешь, да? Чтобы быть святой Нужно, чтобы тебя как можно чаще повторяли А ты, дорогая моя Просто бриллиант И ты хочешь, чтобы вот эту ересь Тебя обязательно повторял, я? А кто еще это будет повторять? Как мужик, который затерялся где-то в бессонне? Когда мне было восемь лет Я с отцом Пошел гулять в лес Мы с ним шли вдоль И к нам навстречу известно Вышла лошадь Она говорит Старая, больная, обрезлая лошадь Отец на нее так посмотрел И говорит Смотри, смотри, сынок Какая красивая лошадь А дело в том, Барбара Что лошадь была некрасивая Старая, больная, обрезлая лошадь И что в этом такого, Барбара? А то, что Отец Сказал это просто так Для поддержания разговора Ну, я не знаю, лошади Ну, что это такое? Вот тогда, Барбара Восемь лет Я понял, что между людьми Нет никакого, видишь, никакого Никакого живого контакта Все так делают И ты, между прочим, тоже Барбара, давай Дети еще ни черта не видели Они все видят, милые Все Барбара, я был четырехлетним ребенком И, конечно же, ни черта не видел Просто меня взбесило это формальное отношение Отца ко мне Это говорит лишь о том, что тебе тогда было Восемь лет А вот, когда мне было четыре года Когда меня впервые снасиловали Чего? Ну, я пошутила, верно А, ты пошутила? Конечно, никто меня не насиловал Ну, это просто такая лупая шутка Ну, вдруг пришла в голову Такая шутка Смешно же, правда, что Когда мне было четыре года Тогда меня впервые снасиловали Ну, на самом деле Меня никто не насиловал Просто вдруг в голову Вот такая шутка Потому что мне было четыре года Тогда меня впервые снасиловали Просто вдруг в голову Ну, вдруг в голову Ну, вдруг в голову Что мне было четыре года Тогда меня впервые снасиловали И за четыре года Мне впервые снасиловали Думать, думать, думать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА